Здравствуйте! Уважаемые коллеги, сегодня мы проведем для вас образовательный цикл, он включает 12 лекций, и это первый в России, да, пожалуй, первый в мире образовательный цикл, полностью посвященный вопросам приверженности лечения и применения полученных вами знаний в клинической практике. Это очень непростая тема, потому что, во-первых, это тема молодая, и понятно, что любое молодое направление, оно имеет свои трудности при понимании, при развитии, при продвижении. Первый вопрос, который возникает у практического врача, а зачем мне это? Вот на эти вопросы мы постараемся ответить в вводных частях нашего образовательного цикла. Затем мы покажем вам и то, каким образом применять те знания, которые вы у нас получите в вашей клинической практике, и каким образом это поможет организовать вам лучшую помощь при лечении ваших пациентов. Мы назвали наш цикл практикум амбулаторного врача, но при этом, безусловно, он будет представлять интерес и для врачей-стационаров, и для врачей других специальностей, не только первичного поликлинического звена. Но, конечно, все равно акцент в первую очередь мы будем делать на вашем первичном и повторном контакте с пациентом, и на решении тех прикладных вопросов, которые будут для вас нужны. Цикл подготовлен у нас совместно с моей коллегой, кандидатом медицинских наук, доцентом, доцентом Умского медицинского университета Юлия Петровна Стерденко. И наши сегодняшние материалы будут сейчас представлены вашему вниманию. И начнем мы, конечно, с вами с первой и главной, наверное, основополагающей темы. Что такое приверженность лечения, какова общая ее история, и какие основные термины и понятия нам с вами нужно будет разобрать и в дальнейшем использовать для того, чтобы двигаться дальше. Нужно сказать, что изучение приверженности началось сравнительно недавно. И основоположником этого направления, безусловно, можно считать Говарда Солбеккера, который, к сожалению, 16 августа 2023 года, действительно недавно, ушел из жизни. Это американский социолог, криминолог, представитель второго поколения Чикагской школы социологии. И его основное направление работы всегда было это социология, криминология, девиантология, конфликтология. Ну и еще одно направление – это социология и искусство. В чем заслуга Солбеккера? Солбеккера он первый, кто предпринял попытку, удачную попытку, сформировать и формализовать понятие приверженности и встроить это понятие в теоретическое знание. Вот, несмотря на то, что у Солбеккера много работ, более 500, и, собственно, терминологии приверженности освещена всего лишь одна статья, она до сих пор, на протяжении многих лет, становится и является одной из самых цитируемых в мире. И впервые этот термин был применен обоснован векером в 1960 году. Вот, фактически, с 60-го года, 20-го века у нас начинается история проникновения понятия терминологического приверженности в научную практику, а затем и в клиническую практику. Почему в научную? Потому что, поскольку работы Беккера были в основном посвящены социологии и вопросам логического управления, то в 1961 году он сформулировал первое базовое понятие – организационная приверженность. И затем достаточно долго эти термины использовались при разных вариантах социологических исследований, изучении человеческих отношений, в том числе в трудовых коллективах. И лишь в 1984 году, спустя 23 года после введения в научную практику этого термина, сформировалось еще одно понятие – медицинская приверженность. Здесь, наверное, не столько пальму первенства, сколько пальму значимости. Можно отдать Дональду Морриске. Это американский врач и исследователь, доктор медицины. Сейчас он руководит докторской учебной программой по социальным поведенческим детерминатам у больных ВИЧ и СПИД Калифорнийского университета. Он занимается вопросами приверженности у пожилых людей. Но вот его важнейший, пожалуй, методологический старт – это разработка и публикация в 1986 году первого опросника «Приверженность лечению». Этот первый опросник включал всего четыре вопроса. Его диагностическая ценность сегодня подвергается большому сомнению, и мы об этом потом обязательно еще поговорим. Тем не менее, вот этот вклад в историю развития приверженности Дональду Морриске абсолютно не оспорим. В 2008 году он модифицировал свой опросник. И если первый опросник – ММАС-4, Морриске медитация Андрея Синсадова-4, то нынешний опросник – это ММАС-8. Количество опросов было увеличено до восьми. Но, скажем, особенности его применения остались при этом прежним. Это опросник, который касается исследования лекарственной терапии. До настоящего времени опросники Морриске остаются самыми известными, самыми широко обсуждаемыми и наиболее широко применяемыми для оценки приверженности в мире. При этом нужно понимать, что процедура этого использования, этого опросника на законных основаниях, она достаточно проблематична, потому что господин Морриске жестко очень установил коммерческую составляющую применения этого опросника. Он защитил опросника граничной лицензией и требует, чтобы любое применение опросника обязательно было через организацию зарегистрированную, которую господин Морриске создал и возглавляет. И в тех случаях, когда опросники применяются на иной основе, в отношении, по крайней мере, европейских и американских пользователей, господин Морриске очень активно использует процедуру судебного преследования вот таких ученых. Эта позиция, она огромный негатив встречает в мире среди ученых-исследователей. И вот мы с вами в Российской Федерации тоже наиболее часто пользуемся, если вы какие-то исследования в отношении приверженности читаете, то в большинстве случаев, если вы посмотрите методологическую часть, они построены на использовании опросника Моррис Тегрина, но в связи с тем, что правовые взаимоотношения России с другими странами, они несколько отличны от, скажем, тех, которые существуют между европейскими и американскими странами, то к российским исследователям таких исков, вот насколько мы знаем, пока не предъявляется. Но если материалы с участием российских исследований опубликуются в международных научных журналах, то не исключено, что в данном случае, опять же, компания господина Моррис Тегрина будет требовать отзыва таких публикаций за нарушение авторских прав использования этой лицензии. Вот понятно, что эти вещи довольно сильно ограничивают наши с вами возможности. Ну и еще одну веху в изучении вопросов приверженности лечению, которую обязательно нам с вами нужно учесть и о которой нужно сказать. Это руководство Всемирной Организации Здравоохранения, приверженность длительной терапии, доказательство необходимости действий. Издание было подготовлено в течение пяти лет и опубликовано в 2003 году, то есть уже практически более 20 лет назад. И в этом руководстве был впервые консолидирован мировой опыт в отношении изучения приверженности, введено и выделено такое понятие, как барьеры приверженности, то есть это те основные факторы и условия, которые затрудняют нашу с вами медицинскую деятельность в отношении пациентов. И к ним впервые были выделены тогда и сгруппированы такие факторы, как плохие отношения между пациентом и поставщиком медицинской помощи, врачом или другим медицинским работникам, недостаточный доступ к медицинским услугам, высокая стоимость лекарств, культурные убеждения, уровни тяжести симптомов, доступность эффективных методов лечения, мгновенность положительных эффектов, побочные эффекты, правильно говорить, нежелательные эффекты, стигматизация, связанная с болезнью, ну и недостаточные знания о лечении. К сожалению, это руководство сегодняшнего дня так и не имеет официального перевода на русский язык, поэтому оно доступно либо англоговорящим, англочитающим, нашим коллегам, либо с использованием невалидированного машинного перевода, что, конечно, несколько ухудшает качество восприятия. В России вопросами приверженности у нас занимаются и занимались раньше, и занимаются сейчас многие исследователи, и, безусловно, у основ лекарственной приверженности изучения вопросов, изучения управления лечением, изучения модификации приверженности стоят такие наши коллеги, как академик Конрадия Александра Олеговна, как профессора наших ведущих научно-исследовательских медицинских центров, в частности, профессор Марцевич, и с 2008 года вопросами медицинской приверженности занимаюсь я сначала индивидуально, а потом при поддержке российского научно-медицинского общества терапевтов создав, возглавив, научно-исследовательскую группу в области приверженности лечения. Здесь на слайде представлена основная история, вот это тоже достаточно важно, чтобы понимать, куда, в каком направлении и как мы движемся сегодня, изучая эти вопросы. В 2008 году был у нас впервые опубликован опросник ОВ-25, это российский опросник оценки количественной приверженности лечению, который, к тому же, имеет ряд ключевых особенностей, он охватывает не только лекарственную приверженность, но и приверженность медицинскому сопровождению, модификации образа жизни, поэтому более точное, более правильное его название и вообще направление того исследования, которое будет в дальнейшем у нас обсуждаться, это комплексная оценка приверженности. И приоритет, который сегодня ставит наша научная группа, это как раз исследования в области комплексной оценки приверженности. В 2016 году была сформирована российская научная группа изучения приверженности, в ней у нас тогда исходно активно работали 24 участника, все из России, из них 20 докторов наук, один член-корреспондент и два академика российской академии наук. В 2017 году был опубликован первый российский консенсус по количественной оценке приверженности лечению, а в 2020 году были опубликованы первые российские рекомендации по оценке приверженности. Фактически это клинические рекомендации, они созданы на основе структуры клинических рекомендаций, рекомендованных Минздравом России, но если говорить о букве закона, то они к таковым документам отнести быть не могут, поскольку они не описывают какую-либо нозологию, как это требуется в клинических рекомендациях, а они описывают гораздо более широкий общий подход. В 2022 году была сформирована междисциплинарная научная группа изучения приверженности, и ее состав к этому времени значительно расширился. 104 российских исследователя вошло в коллектив, из них уже 84 доктора наук, 19 академиков российской академии наук, 15 член-корреспондентов российской академии наук, и, что важно, к исследованиям присоединились лидеры мнений и руководители ряда крупнейших профессиональных российских медицинских ассоциаций. В 2022 году было опубликовано первое российское национальное руководство по приверженности лечению, и в 2023 году, то есть уже совсем недавно, формат группы еще раз изменился, она приобрела статус международный, и на сегодняшний день в состав этой группы входит 147 участников, из них 136 человек представляют Россию, есть представители Австрии, Белоруссии, Италии, Казахстана, Сербии, Франции, Швейцарии, на сегодняшний день это 118 докторов наук, 18 членов-корреспондентов и 28 академиков Российской академии наук, и 8 иностранных членов Российской академии наук. Это важный очень для нас шаг, потому что, несмотря на все сложности времени, мы продвигаем ту концепцию, которую считаем наиболее правильной для поддержания здоровья пациентов, и она начала находить понимание и поддержку на международном уровне, в том числе среди лидеров мнений, ведущих, скажем так, профессиональных ассоциациях Европы. Итогом работы вот этой международной группы стало подготовленное в 2023 году первое международное методическое руководство по приверженности. Ну, вот такой небольшой достаточно, понятно, что не всеобъемлющий, но ориентирующий вас исторический эскурс, который показывает нам, что, в общем-то, вопрос изучения приверженности молодой. Еще раз скажу, что с 60-го года 20-го века, то есть всего лишь 60 лет термину приверженность, применяемому в научной практике, и только с 84-го года, то есть всего лишь около 40 лет, этот термин нашел свое отражение в нашей с вами научной клинической медицине. Вот если мы с вами попытаемся проанализировать, а что же такое приверженность, то здесь есть несколько интерпретаций, несколько направлений, которые в целом будут все равно в той или иной степени пересекаться. Вот если вы будете читать западную медицинскую литературу, европейскую, американскую, то там термин приверженность лечению чаще всего определяют как степень правильности следования пациента рекомендациям врача. При этом чаще всего это относится к приему лекарств, ну или к соблюдению режима приема лекарств, но вот такой термин неприменим к другим ситуациям, к использованию медицинского оборудования, уход за собой, самостоятельные упражнения и так далее. То есть он на самом деле достаточно узкий. И вот наша международная научная группа по изучению приверженности, она предложила свой вариант определения, который консенсус-группа был принят. Приверженность лечению – это характеристика прогнозируемой способности пациента, имеющего хотя бы одно установленное заболевание к выполнению рекомендаций в отношении лекарственной терапии, медицинского сопровождения и модификации образа жизни на протяжении неопределенно долгого времени. Обратите внимание на особенности этой формулировки. Приверженность лечению пациента, имеющего хотя бы одно установленное заболевание. Это заболевание может не проявляться какими-либо клиническими проявлениями. При том или ином заболевании на протяжении определенных периодов времени могут не применяться лекарственные средства. Но при этом все равно может использоваться тот или иной медицинский подход сопровождения, который потребует определенных взаимоотношений между пациентом и врачом. А там, где эти отношения есть, вопрос приверженности неизбежен. Для того, чтобы оценить эту приверженность, ее каким-то образом нужно измерить. Вариантов оценки несколько. Это качественная оценка и количественная оценка. Ну и понятно, что количественная оценка, она всегда гораздо более интересна, она всегда более полезна в практическом плане, нашим с вами. И количественная оценка приверженности это способ выражения результата исследования приверженности в какой-либо номинальной шкале, то есть в цифровых значениях, с установленной точностью. И здесь могут использоваться либо абсолютные значения, либо проценты. Проценты мы используем в тех случаях, когда рассчитываем приверженность под максимально теоретически возможной. Комплексная оценка приверженности это способ одновременной оценки всех тех показателей, которые включены в определение международной научной группы. Это одновременная оценка приверженности лекарственной терапии, медицинскому сопровождению, модификации образа жизни и построенная на их основе интегральная оценка приверженности лечения. При этом, обратите внимание, что в определении в скобочках указана приверженность, а в скобочках потенциальной приверженности. Это еще один очень важный момент, который был обоснован нашей научной группой, о том, что в ряде случаев нам с вами необходимо учитывать не только фактическую приверженность, то есть в тех случаях, когда пациент получает лечение, но и потенциальную. Мы тоже поподробнее потом об этом поговорим, но вот это вот очень важный момент, и понятно, что для такой оценки должны быть соответствующие инструменты. Вот если мы вернемся к вопросу о инструментах, то вот с левой стороны слайда, вы видите у нас, мы собрали за последние 15 лет публикации в российском научном индексе цитирования об исследованиях в России, об наших отечественных исследованиях приверженности с помощью различных опросников на конец 22-го года. Что мы видим? Подавляющее большинство исследований, как я уже и говорил, они используют опросники из шкала Мори-Стигрина, на втором месте стоит рекомендуемый нами, и потом поговорим еще почему, опросник КОП-25, ну и все остальные опросники, вы видите, из найденных упоминающихся, они занимают такое достаточно следовое положение. Говоря о комплексной приверженности, нам тоже нужно с вами разобрать, какие основные понятия будут характерны для этого вида оценки. Важность. Вот когда мы с вами попытаемся, немножко отстранившись, у пациента оценить, что же для него будет главным для того, чтобы принять либо отказаться от кого-либо медицинского вмешательства, то все сведется на самом деле к двум понятиям. Важность, то есть сформированная оценка, характеристика личности, которая будет отражать, насколько это понятие действия значимо в его иерархии ценностей. Но второй термин, без которого вот эта вот важность сама по себе, она будет иметь малое практическое применение, это готовность. В данном случае готовность, способность пациента эту важность применить. То есть, грубо говоря, насколько он будет готов следовать тем или иным рекомендациям врача. Вот два этих понятия, сами по себе они не связаны между собой, и поэтому в той системе оценки приверженности, которая разработана нашей научной группой, мы учитываем их параллельно, потому что и то, и другое значимо влияет на результат последующего медицинского вмешательства, острого или хронического лечения. Тем не менее, взаимоотношением двух вот этих показателей, важности и готовности, мы можем уточнять прогноз приверженности. И вот те наши рекомендации, о которых мы потом поговорим, они будут включать в том числе и оценку коэффициента предикции. Что это такое? Это, условно говоря, отношение готовности к важности. То есть, это отношение показателя, характеризующего намерение пациента выполнять рекомендации, к показателю уровня их значимости. И здесь понятно, что чем больше единицы будет этот показатель, а это означает, что готовность выполнять рекомендации будет более высокой, тем с большей вероятностью мы можем с вами расценить то, что пациент действительно будет лечиться, отвечая на те или иные наши вмешательства. То есть, в данном случае речь у нас с вами будет идти о том, что при оценке приверженности мы сможем, ну, грубо говоря, дополнительно проверять достоверность тех ответов, того итогового показателя приверженности, который дал нам пациент. Потенциальная приверженность, я уже сказал, это возможная приверженность, то есть, это характеристика прогнозируемой способности пациента, который или не имеет установленных заболеваний, или имеет установленные заболевания, но не получает по ним каких-то медицинских вмешательств. Так вот, выявление этого момента ведь тоже очень важное, потому что в каких случаях оно важно? Вот когда к нам пациент первый раз приходит на прием, и когда он еще не получал какое-то его лечение, а нам с вами нужно ему начинать комплексно подбирать лекарственную терапию и проводить модификацию диеты, физической активности, и объяснять, какие будут у него теряные вмешательства. Вот в этом случае такая оценка, предварительно выполненная, она поможет нам с вами уже более четко, более точно, более конкретно предложить пациенту именно ту схему, которая будет приемлема именно для него. Поэтому здесь этот вопрос также у нас исключительно важен. С помощью чего все это мы проводим? В нашей клинической практике, потом поговорим вообще о методах изучения приверженности, мы должны понимать, что самым простым и по соотношению трудозатрата и эффективность самым наиболее эффективным является опрос пациента методом анкетирования, то есть заполнение пациентом анкеты с ответами на выверенные вопросы по сумме баллов которых или по соотношению баллов которых мы затем от приверженности расцениваем. Для этого используются опросники. И вот опросник это стандартизированный инструмент получения информации о фактической или потенциальной приверженности респондента, который включает перечень вопросов с вариантами ответов на них и процедура отработки, основанную на определенном способе интерпретации полученных ответов. Что мы выделяем в рамках комплексной оценки приверженности? Ну, безусловно, мы оцениваем приверженность лекарственной терапии, медицинскому сопровождению, модификацию образа жизни. И в каждом конкретном случае вот вы можете ознакомиться с текстами и определениями. Ключевой момент мы оцениваем способность пациента, причем не фактическую, даже опрогнозируемую способность пациента выполнять рекомендации в отношении тех или иных особых медицинских вмешательств. То есть не только лекарственной терапии, но и медицинского наблюдения, и изменения своего образа жизни, а это и привычки, а это и масса тела, а это и диета, двигательный режим. То есть вот такие ключевые вещи. Интегральный показатель приверженности лечению, он объединяет в себя все вот эти три характеристики, но он структурирован, он объединяет их не прямо, суммируя, а с некоторыми коэффициентами. И расчет этих коэффициентов, он тоже заложен в формулу расчета приверженности. Если мы на формулу посмотрим, она выглядит довольно страшно, но сам по себе расчет сейчас выполняется в калькуляторах, поэтому как раз это не та проблема, которая должна интересовать нас с вами. Если мы посмотрим на наш мобильный телефон и представим сложность его устройства, то, конечно, у нас могут волосы стать дыбом, но никто из нас не изучает устройство телефона, мы просто используем его функции. В клинической практике точно такой же подход с использованием калькуляторов должен быть в отношении оценки приверженности. Оценка приверженности носит количественный характер. Вот эти абсолютные значения, они очень важны исследователям и они важны врачам. Понятно почему? Потому что только если мы получаем некие точные значения, то мы можем оценивать динамику. И если на протяжении какого-то времени оценивая приверженность, мы видим, что она имеет тенденцию к снижению или повышению, это дает нам возможность этим образом отреагировать на эти изменения и соответствующим образом скорректировать наши лечебные или профилактические мероприятия. Но в то же самое время в клинической практике удобно применение уровней. И традиционно выделяют три уровня приверженности. Это низкий, средний и высокий уровень приверженности. Вот там, где используется номинальная количественная шкала, как правило, высокий уровень приверженности это все, что выше 75% максимально возможный. Средний уровень это 25-50, ну и низкий уровень менее 25. Но в тех случаях, когда мы с вами рассматриваем вопросы лекарственной терапии наших пациентов, то вот эти уровни приверженности дополнительно группируются. Достаточно для того, чтобы мы могли в полном объеме ориентироваться и использовать лекарственную терапию, медицинское сопровождение, модификацию образа жизни, не задумываясь сильно о том, способен ли это выполнить пациент или нет. Так вот, это характеризуется только высокого уровня приверженности. И средний и низкий уровень приверженности у нас относятся недостаточно. Ну, вот, коллеги, первая часть нашей 12-частевой сегодняшней встречи на этом завершена. Каждая глава нашей встречи будет завершаться вот такой типовой страничкой. Здесь представлены и сведения об авторах цикла. Здесь представлены сведения об организаторе нашего образовательного курса Ассоциации врачей первичного звена Серано, о российском научно-медицинском обществе терапевтов секции приверженности лечения, которую я возглавляю. И здесь дана ссылка на российское национальное руководство приверженности лечения, которое размещено у нас в российском научном индексе цитирование в РИНС в научно-электронной библиотеке. Поэтому вот это универсальная страница, по любому из QR-кодов вы сможете затем перейти и получить необходимую для себя информацию. с универсальная служба